И сегодня в Министерстве торговли напомнили предприятиям общепита о порядке обслуживания клиентов. Многие представители индустрии услуг пользуются тем, что гости не знают правил оформления заказов и вынуждают платить заранее. Какой задаток имеют право потребовать с клиентов в ресторане, уточним у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина. Юрий, добрый вечер, вам слова. Добрый вечер, Юлия. Министерство торговли предупреждает общепит о запрете на минимальную предоплату. Проверки ряда заведений выявили регулярную практику. Кафе и рестораны отказывают в спецобслуживании клиентам с маленьким чеком. Речь о свадьбах, юбилеях и прочих корпоративах. Согласно постановлению Минторга, заведения общепита не имеют права устанавливать минимальную сумму заказа на одного гостя и размер задатка. За нарушение субъект хозяйствования понесет административную ответственность, вплоть до приостановления деятельности объекта. В текущем году Министерством торговли предупреждены деятельности около ста объектов общественного питания. Безорусский бизнес направился в Индонезию. Деловой форум в Юго-Восточной Азии завершился подписанием контрактов на поставку отечественных тракторов, самосвалов и шин. Кроме того, в Индонезии будет создана совместная управляющая компания для продажи белазов. Также страны рассматривают перспективы создания совместных производств на островах в Индийском океане для продвижения на местных рынках. Минфин нашей страны поможет украинцам купить белорусские товары. Правительство приняло предложение Укрэксимбанка возмещать часть расходов покупателей нашей продукции. Схема проста. Клиент получает в Украине кредит на приобретение белорусского оборудования, сельскохозяйственной техники или транспорта. Часть долга по займу, это порядка 6%, оплачивает Минфин Беларуси. Пассажирам белорусских поездов предложат виртуальный тур по вагону. Прежде чем купить электронный билет, клиент имеет возможность выбрать определенное место. Такая практика широко применяется в авиаперевозках. При наведении курсора на конкретную полку можно узнать ее номер и стоимость. Например, желая сэкономить при проезде в плацкарте, пассажир выберет боковое место. Клиенты крупного белорусского банка сегодня на полтора часа лишились денег. Сбой в процессинге привел к отображению некорректной информации о наличии средств на карточках. От 100 до 600 тысяч исчезли со счетов держателей около полудня, однако к 14 часам уже вернулись. В банке при этом сообщили, что списание средств не происходило. Ошибка имела исключительно информационный характер. В настоящий момент все неполадки устранены. Торги на валютно-фондовой бирже завершились ослаблением евро к белорусскому рублю. Европейская валюта потеряла 17 пунктов и уходит на уикенд на уровне 22 309. Доллар подорожал на 86 рублей, официальный курс по 6 июня 20 тысяч 7. Российский рубль вырос на 84 сотых, итоговая стоимость на ближайшие три дня 299,21. И таковы основные деловые новости пятницы. Мы держим руку на пульсе экономики.